НН-Радио 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 За нелёгкое дело вы сразу, я бы так сказал, потому что мужчины, мне кажется, они априори чуть более то ли застенчивые, то ли может быть считают, ну как, ну что я вот там буду показывать, чего, вот что нужно? Это приоритеты, вот это вот стереотипы какие-то сложившиеся вот у некоторых мужчин, а есть мужчины, которые уверены в себе и которые считают то, что показать себя именно со стороны как мужчину, да, в этом нет ничего такого плохого, а наоборот даже, это очень интересно, Это подчеркивает его брутальность, да Уже самое интересное об этом говорит Кристина сейчас, а Владимир пока отмалчивается в углу, Владимир, вот обращаюсь как к представителю такой сильной полночеловечества, зачем в таких конкурсах участвовать? Ну прежде всего у нас сегодня молодёжь очень активная, очень креативная, все хотят показать себя, проявить себя, что-то попробовать новое в этой жизни и молодые люди в этом не исключение И я увидел, когда ребята приходили к нам на кастинге, они именно хотели попробовать в этой жизни что-то новое для себя, потому что у нас, мистер Нижний Новгород 2016, у нас очень экстремальная программа Ребята и прыгали с пожарной башни До 120 метров И летали на вертолётах За что вы так с ними хочется спросить? Они летали на вертолётах, ездили на картингах, прыгали на батутах и многое-многое-многое всего И даже стреляли в пинтбол друг друга, команда на команду Какой жестокий конкурс-то, я вот смотрю, потому что приходилось делать всё Мы готовились, мы готовились Все очень довольны Мы подготовили отличную программу, и ребята даже, у нас был кулинарный этап, где наши финалисты готовили итальянскую кухню И многие из них первый раз вообще в руки взяли столовые приборы И из этого получилось очень интересно Я так думаю, что многие погорели на этом этапе, да, как раз? Вы знаете, нет То есть талантливый человек талантлив во всём Поэтому ребята проявили себя, показали себя Несмотря на то, что, кстати, были одни и те же ингредиенты в одних и тех же пропорциях У ребят получили... Получилось у нас 9 совершенно разных блюд И каждым мы нашли свою уникальность Слушайте, вы ещё и хорошо поели, я понял Очень хорошо Сколько всего было людей, ну, первоначально заявились в качестве желающих поучаствовать в таком конкурсе И сколько вы отсели? Потому что мы сейчас уже говорим о финале, а там количество участников уже ограничено, естественно, могу Да, ну, изначально были, значит, заявки, да, онлайн-заявки Их было действительно очень много Было несколько этапов кастингов, которые мы проводили Собеседования, я бы так лучше это назвала Всё-таки это не женский конкурс Были собеседования, мы общались с молодыми людьми Молодые люди также демонстрировали там свои таланты Таланты, свои положительные качества И получается, что где-то было два кастинга, да, два собеседования Около, ну, больше, ну, 200, правильно я говорю? Да, 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 да Больше 200 участников И в итоге сколько отсеилось-то, получается? Очень много То есть мы выбрали 10 финалистов, вот, и у нас вот 14 октября уже выйдут вот непосредственно вот те самые лучшие, которых мы выбрали, компетентные жюри, которые будут вот представлять, да, вот на наш город уже 10 финалистов мистер Нижний Новгород 10 счастливчиков, друзья Напоминаю, что в прямом эфире НН-радио мы говорим о конкурсе мистера Нижний Новгород, финал 14 октября в Милу У нас в студии сейчас Кристина Афанасьева и Владимир Челегин Говорим мы о том, как, собственно, можно было стать самым-самым Но вот я что услышал, что были какие-то экстремальные силовые даже какие-то конкурсы, кулинарная вещь, а вот мужчина ведь должен быть еще и умным при этом, при всем Интеллектуальный у нас тоже был Да, что было? Да, у нас была бизнес-игра, интеллектуальный этап, молодые люди, они продавали, да, крема, они продавали крема, то есть таким Интересно, как они к этому отнеслись сами Они, кстати, очень отнеслись к этому серьезно, то есть нужно было показать вот именно качество, уметь продать Да, и продемонстрируя именно свой интеллект при этом и ум То есть они очень хорошо справились с этой задачей, поподробнее вот расскажет Владимиру, я думаю Потому что именно он отвечал из-за этого этапа конкурса, как я понимаю, поэтому нам рассказывает Да, отвечаем Тем не менее, да, действительно, для меня что было удивление то, что ребята у нас очень разносторонние Кто чем занимается абсолютно в различных сферах, но мы их окунули, как мы считали, в сферу неизвестности Сферы бизнеса и попросили их придумать рекламную кампанию, вообще кампанию продажи абсолютно новой Озоновой косметики, которая только что запустилась в продаже Приходи человек, придумай рекламную кампанию, да, у тебя пять минут поехали Профессионалы уже придумали, как бы, кампанию-стратегию развития И мы решили посмотреть, насколько наши мистеры будут приближены к той профессиональной компетентности Которая уже есть, которая уже работает И что нас удивило, что ребята прекрасно справились с этой задачей Определенные люди, независимо от сферы своих профессиональных компетенций Они... Отнеслись серьезно Отнеслись серьезно, и они владели темой бизнеса То есть не было людей, которые сказали, вот нет, здесь я больше не буду участвовать, до свидания Нет, такого не было Да, ребята, даже если что-то было для них новое, они с удовольствием это брались Так же, как и в кулинарном этапе, так как и в бизнес-игре Они с удовольствием в этом участвовали Я еще раз повторюсь, у нас ребята все творческие, все не боятся трудностей и препятствий И ребята очень смелые, и даже прыжок с тарзанки это подтвердил Да, мы на башне, вот с 120 метров, мы забирались на нее самостоятельно То есть сначала нужно было забраться Мне страшно, вот как это рассказывать сейчас все это в эфире НМ-радио Давайте непосредственно к финалу перейдем Потому что отобрали десятку, вот они выйдут, все прошли все испытания Продать все смогли, значит все силовые испытания выдержали Что будет происходить непосредственно уже 14 октября? Ой, будет шоу-программа просто незабываемая Я думаю, что молодые люди пристанут в образе очень интересных персонажей Зрители оценят, всех секретов тоже раскрывают Заговорщически смеется Кристина, потому что не знает, видимо, еще участники финала, что их ждет Они, да, они знают уже По крайней мере догадываются точно По крайней мере большая программа, которую мы для них подготовили Была для них сюрпризом В процессе всего подготовительного процесса Ведь будут какие-то наверняка номинации, да, еще, ну, кроме того, что назовут самого-самого Вот какие есть номинации, ну, забегая вперед, скажу, что лично мне удивляет и радует, что будет номинация Мистер НМ-радио Я-то говорю, что думал, что я всегда Мистер НМ-радио, да, выясняется, что будут какие-то еще люди Претендующие, да, на Мистер НМ-радио Да, что еще? Какие номинации будут в финале? Номинации будут очень разные Номинации Мистер Физкульт От наших партнеров и спонсоров непосредственно От информационных партнеров Это радио, журналы, газеты И, а также от других партнеров Это Мистер Физкульт Мистер Смотором Мистер Телесемь Мистер НМ-радио Мистер Смотором не очень нравится Мистер Белиссимо Самый еще вопрос такой, ну, важный, который возникает Потому что, когда выбирают самую красивую девушку, например, города Она вот идет далее, потом на федеральный этап И где-то представляет, ну, дай бог, что Мистер Вселенная в итоге Мистер Нижний Новгород Есть ли шансы у него идти куда-то дальше Представлять наш город на каких-то других конкурсах? Да, есть такой проект Мистер Россия И уже есть еще международный Мистер Интернешнл Да, на нас недавно совершенно вышли организаторы Мистер Интернешнл Они проводят уже третий год Мистер Вселенной И мы сейчас с ними коннектимся И пытаемся найти точки соприкосновения Для участия в этом конкурсе Так как они тоже заинтересованы в поддержке регионов России Молодцы, слушайте, молодцы Время нашей беседы, к сожалению, уже подошло к концу Итак, еще раз всех приглашаем 14 октября в Мила Консорт Хоу Всех ждем Приходите, обещаем большое-большое шоу Отлично И самые, знаете, такие вот парни Там будут все крепкие Крепкие Нижегороды Я искал это слово, Кристина Афанасьева подсказала Автор проекта, организатор конкурса Мистер Нижний Новгород И Владимир Челегин Это генеральный партнер, молодежный парламент Спасибо вам, удачи в отборе самых-самых Спасибо Спасибо, до встречи Но я также напоминаю, что за ходом конкурса можно следить еще и с помощью НН-радио Мы обязательно расскажем И я думаю, что в перспективе мы обязательно увидим вот того самого мистер Нижний Новгород Музыкальная пауза совсем короткая в нашем эфире А затем информация Здорово, города